Здравствуйте! Дорогие друзья, с незапамятных времен древнеегипетская цивилизация привлекала внимание человечества. Само слово Египет – загадка, тайна, греческого происхождения. Египтяне же называли свою страну более прозаично – Кемет, что означает «черная земля». В III веке до н.э. египетский жрец Манифон написал на греческом языке историю Египта, в которой выделил периоды древнего, среднего и нового царства, а также перечислил 31 династию фараонов. Древний Египет, как никакая другая цивилизация древности, создает впечатление вечности и редкой целостности. В духовной и практической жизни древнеегипетского общества главную роль играла религия. Древние египтяне обожествляли силы природы, растения, зверей, птиц и поклонялись множеству богов. Именно религия определила особенности древнеегипетского искусства. Таинственное, сокровенное, оно было обращено не столько к миру живых, сколько к царству мертвых. Спрятанные в гробницах произведения искусства не предназначались для осмотра. Они, как верили их создатели, обладали особой магической силой, помогали усопшему в его путешествии в мир вечности. Не случайно у самих египтян слово художник имело значение творящий жизнь. Мы с вами совершим путешествие по египетским царствам, и первая наша остановка – древнее царство, 28-23 век до нашей эры. Это эпоха создания письменности, религиозных и светских законов, основных принципов художественного творчества. Можно сказать, что древнее царство – это золотое время египетского искусства. Именно в древнее царство строятся самые знаменитые пирамиды Египта. Матерью египетских пирамид считается пирамида выдающегося военачальника и основателя третьей династии фараона Джосера. Это первый гигантский архитектурный памятник древнего Египта. Сложенная из белых известняковых блоков, ступенчатая пирамида высотой 60 метров, возникнута зодчим имхотепом, который изобрел способ кладки истесанного камня. Египтяне обожествляли архитектора и почитали его как сына бога Птаха, создателя Вселенной, покровителя искусств и ремесел. В конструкции пирамиды Джосера отражены три основных принципа возведения подобных сооружений. Давайте их запомним. Итак, это гигантские размеры, пирамидальная форма, использование именно камня как строительного материала. Эти особенности позднее получили развитие в пирамидах фараонов четвертой династии. На западном берегу Нила возвышаются грандиозные пирамиды фараонов как раз таки четвертой династии Хеопса, Хефрена и Микерина. Величайшая из них пирамида Хеопса. Ее создатель Химиун. Пирамида 147 метров. Она сложена из блоков золотистого известняка весом от 2,5 до 30 тонн. Они удерживаются на месте стилой собственной тяжести. В этот архитектурный ансамбль входит знаменитый лежащий большой сфинкс, которого принято называть отцом ужаса. В искусстве древнего царства огромную роль играет скульптура. Все скульптуры объединял художественный канон, спокойствие, симметрия и равновесие величественных и застывших поз, однообразие жестов, бесстрастность лиц. В то же время все скульптуры удивительно жизненные. Каждый портрет эпохи древнего царства уникален. В портретных изображениях фараонов скульпторы воплотили стремление к значительному, совершенному. Существовало несколько видов канонического изображения фараона. Идущего, с вытянутой вперед ногой, спокойно сидящего на троне, его руки лежат на коленях, усопшего, в облике бога Осириса, со скрещенными на груди руками. В руках символы власти, жезл и плеть. А мы с вами тем временем оказываемся в среднем царстве. Это 21-18 век до н.э. В эпоху среднего царства политический центр страны переместился в город Фивы. Здесь почитался местный бог солнца Амон, позднее отождествленный с древним богом Ра. В этот период возросла самостоятельность отдельных областей и их правителей, что привело к расцвету местных художественных школ. Присвоив себе некоторые привилегии фараонов, на монархии устроили свои усыпальницы в собственных владениях, а не у подножия царской пирамиды. Сами пирамиды стали гораздо меньше, неприметнее. Возводимые из кирпича с прокладкой и щебня и песка между стенами, они быстро разрушались. Последняя наша остановка – это новое царство, 16-11 век до н.э. Столица Египта этого времени – Фивы. Во времена нового царства, хлынувшие в Египет богатство, превратили Фивы в процветающий город, украшенный великолепными храмами и дворцами. Фивы стали также центром почитания бога всего Египта – Амона-Ра. Величайшими сооружениями эпохи нового царства стали храмы или дома богов. Один из них – заупокойный храм царицы Хадшипсут, посвященный богине Хатор, который располагается в Дейр-эль-Бахре в Фивах на западном берегу Нила. Женщина-фараон Хадшипсут была незаурядной личностью. Она во время своего царствования сооружала новые и восстанавливала старые храмы. Прославлению царицы Хадшипсут служили ее многочисленные извояния – хрупкая, миниатюрная женщина с характерным очертанием узкого лица, высоким лбом и широко расставленными удлиненными краской глазами, всегда изображалась в мужском облике. Отдельно в искусстве нового царства мы с вами выделяем Амарнский период. В XIV веке до н.э. фараон Аминхотеп IV провел религиозную реформу, оказавшую существенное влияние на искусство нового царства. Стремясь ослабить власть жрецов и укрепить свою собственную, фараон запретил все многочисленные старые культы. Единственным и истинным богом был провозглашен Атон, само сияющее на небе солнце. Аминхотеп IV даже изменил свое имя на Эхнатон, что означает «полезный Атону». Одно из самых знаменитых произведений того времени – Бюст Нефертити. Жены Эхнатона он выполнен из известняка, раскрашен, обвит золотой лентой. Он дает представление о совершенной красоте царицы, гармоничности ее точенных строгих черт, безупречно мавали лица, стройной шеи, горделивой и свободной посадки головы. На шее у Нефертити ожерелье, на голове высокий царский убор синего цвета. Огромная роль древнего Египта в истории мировой культуры неоспорима. Немецкий писатель Томас Манн сказал, что древний Египет – это до одухотворенности, до призрачности далекое прошлое. Однако древнеегипетское искусство дарит и совершенно другое ощущение. Словно сглаживается колоссальный разрыв веков. Прошлое как бы приближается к современному человеку. Кажется, что древние предвосхитили и знали многое из того, что люди, утратив течение веков, стремятся сегодня открыть вновь.